Недельная глава И что же он им говорит? Третий раз Тора упоминает о построении Мишкана, переносного храма Но все начинается совсем с другого Вот что поверил Бог Шесть дней делай всю работу твою А день седьмой, что был свят для вас День полного покоя, посвященный Богу Он говорит про соблюдение субботы И это вещь, которая требует объяснения Мы идем строить храм В котором должно присутствовать шкина И вдруг остановка Всякий, кто будет делать в этот день работу Будет предан смерти Одна из запретительных работ Не разводите огня во всех жилищах ваших В день субботний И... Это то, что мы должны понять Ведь, казалось бы Это такое великое дело Если вы построите переносный храм Мишкан Там будет находиться божественное присутствие Шкина И это будет знаком, что дворец простил грех золотого тенца И вдруг прекращаются все работы Из-за чего? Из-за суббот Евреи могут из-за страсти Чтобы поскорее построить место Где дворец найдет свой дом Забыть про субботу И вот это очень важная вещь В этом году мы отмечали 1951 год Со дня его разрушения Но мы есть Есть еврейский народ Есть Тора, которого он нам дал Потому что мы народ И вот соблюдающий союз с Творцом И это шаббат И это знак союза между мною и вами И... 39 работ запрещены в субботу Мы на русском говорим работа А на иврите это два разных слова Одно, авода, корень слова эвы, раб А другое, мелаха Малах, это ангел Запрещено 39 производительных работ В чем разница между просто работой Авода и мелаха? Малаха, это творение чего-то нового И когда еврей отказывается от производительных работ От малахи Этим он свидетельствует, что не он сотворил мир Не от его работы зависит все, что происходит в мире Он свидетельствует, что у мира есть тот, кто его сотворил И вот наступил субботний день И творец сотворил отдохновение Еврей выходит из рабства, из будничной работы И входит в мир Творца Шабес И наши мудрецы учат суббота Это дна шестидесятая будущего мира И он освобождается от будней И в этот день он с семьей Сидит за столом У него особенные одежды У него особенная еда Он наслаждается тем покоем Который дал ему Творец Заключает Творец именно со своим народом Союз Вечный союз Это суббота И мой учитель Рабыцкак Зимбер Находясь на седьмой ступени советского геенома В советском уголовном лагере Ни одной субботы не нарушил Его называли татары Ицкак Шибте То есть Исак Суббота И меня поразило Когда я спрашивал у Рабыцкака Что говорить тем Которые хотят вернуться Бали и чува С чего начинать Может быть с надевания тфелин Может быть сказать шма Исраэль Он говорил нет Соблюдение субботы Тот, кто соблюдает субботу По всем законам ее Даже если раньше он служил идолом Все прощается ему А если еврей публично Нарушает субботу Он приравнивается к идолопоклонникам И это я потом понял Когда человек начинает Соблюдать субботу Это дает ему силы Это дает ему святость Чтобы он начал соблюдать И все другие законы Тор И говорит Саадия Гаон Больше чем евреи Хранили субботу Суббота хранила их Мы без храма Без земли Израиля В страшном двухтысячелетнем Галуте Но мы с его Торой И с его Шабесом Субботы Народ Хранящий верность Союзу С нашим Творцом Суббота хранила их Суббота хранила их Суббота хранила их